Пасхальное яйцо И в то, что мы можем для этого что-то сделать Издревле рисунки на окрашенных яйцах имели сакральное значение Я очень долго изучала эту тему и пришла к выводу, что это работает Вы должны понимать четко, что вы хотите Если мы сегодня привлекаем богатство в наш дом, так сказать, финансовую удачу То для нас очень важен цвет, который будет использован для окрашивания яйца И также, естественно, важны символы Я изучала много литературы и нашла много кратких, лаконичных и работающих символов Для этого амулета нам понадобится прежде всего яйцо Мы уже умеем выдувать яйца таким образом, чтобы скорлупа оказалась неповрежденной Только два отверстия, через которые выдули и желток, и белок Эту скорлупу я промыла, просушила В принципе, готова полностью для дальнейшего окрашивания Ну, не только окрашивание, украшение Также нам нужна краска двух цветов, красного и золотого Ой, наверное, это будет очень красиво Нужна зубная щетка для нанесения рисунка Белая бумага, ножницы и карандаш Теперь мы можем приступить непосредственно к окрашиванию Но перед этим я хочу вам рассказать, какой же символ мы будем использовать для изготовления амулета Я нарисую вам этот символ и расскажу, как это сделать непосредственно в миниатюрном варианте для нашего яйца А, это ты здесь, чтобы было видно Да, символ этот калаврат Он использовался нашими предками для привлечения богатства, потому что это символ солнца и плодородия Его еще называют солнцеворон Но мы этот символ немножко модернизируем Мы его сделаем в виде цветочка О, мне нравится эта идея Тем более, что у все будет добре, есть свой цветочек Этот символ будет для нас символом зарождения новой жизни, процветания, роста, добра и достатка Так как под солнцем произрастает все Итак, рисуем Мы рисуем сначала несколько прямых линий То есть это своеобразный крестик Потом рисуем еще один крестик вот таким образом Вот такая снежиночка И по часовой стрелке делаем вот такие вот солнечные насечки И обязательно смягчаем это в виде цветочка Делаем эдакие лепесточки У нас этот символ должен быть соизмеримым размером яйца Я уже дома подготовила трафарет Вот какие ювелирные, миниатюрные трафаретики Какой милый цветочек, головоротик Ну что ж, теперь можем приступать Нам необходимо взять яйцо и взять наш магический символ И обязательно опустить его куда? В водичку Макнуть в воду И приклеить к яйцу Он прекрасно ложится Видишь как, его практически не видно Да Берите зубную щетку в руку Открывайте красную краску Мы для своего удобства немножечко нальем в крышечку вот так вот этой краски Это акриловые, да? Сейчас у меня здесь гуашь А вообще используется акрил или гуашь Итак, красный это цвет денег Вам подойдет любой оттенок красного, который вам нравится Теперь вмакивайте щеточку в краску И наносите непосредственно на яйцо Помните, что наш трафарет мокрый И наносите аккуратненько точечными движениями Чтобы не делать такие вот разводы У нас яйцо получается как красным золотком усыпано Видите? За счет зубной щетки получается такая текстура интересная Да, текстура получается очень интересная Такими мелко посыпанный такой красный красивый снежок Денежки, так сказать Все яйцо от символа к краям краску наносим реже и реже Конечно, интересно узнать о традициях в вашей семье, связанных с Пасхой Пасха это один из моих самых любимых праздников, я скажу честно Чистый четверг, который в обязательном порядке соблюдается В Страстную Пятницу я обязательно прибираю Перебираю какие-то документы, делаю порядок абсолютно во всем В субботу обязательно всегда пекли паски, пироги Приезжаю к своей свекрови, она у меня печет безумно вкусно Лет 20 уже подряд я хожу в церкви, я хожу крестным ходом И, конечно, мы с Вятем Кулити Я считаю, что это действие по-настоящему волшебно Ну и, конечно, в пасхальной корзинке всегда есть крашеные яйца Наденька, краска подсохла, вот как красиво получается Да, чуть-чуть стало светлее, но рисунок хорошо заметен Все четко прорисовано Такое впечатление, что мы с тобой аккуратно нарисовали солнцеворот на яйце Следующий этап – это золотая краска Ой, а я раньше времени сняла трафарет, но я сейчас его аккуратно назад верну Золото всегда символизирует богатство, деньги и, естественно, удачу Берем акриловую золотую краску Безумно красивая, кстати Давай обязательно промоем наши щетки от красной краски Промокнем салфеточкой Наденька, вот таким же способом Вот таким же способом, такими же золотыми монетками Набиваем, набиваем наш талисман Ход мысли ясен Побольше золота Главное, конечно, оставить наш символ нетронутым Аккуратно Вот уже, знаешь, кажется, все уже разными способами украшали, красили яйца, декорировали, что мы только не делали И тут вдруг приходит Алена, оп! Абсолютно по-новому и со смыслом Сейчас краска у нас должна подсохнуть Каким же образом превратить вот такое оригинальное красное яйцо в амулет на богатство и благополучие? В принципе, наш амулет почти готов Нам еще нужно добавить красную нитку и пару бусин красного и золотого цвета, которые будут также привлекать удачу и богатство в наш дом Краска высохла и теперь мы можем снимать, да? Да Ой! Аккуратно, чтобы... Ой, как мне нравится! Волшебное! Нам остается только протянуть красную нитку и нанизать бусинки Вот, смотри, для нанизывания можно использовать такую большую, так называемую, цыганскую иголочку Я уже подготовила, видишь, какие бубончики? Ну, для того, чтобы это было еще и красиво, скажем так Ну, это действительно очень красиво Ну, теперь берем декорацию Бусины Ой, а у меня получилось, что иголочка не проходит в отверстие И я попробую поэтому ниткой через бусинку, да? Конечно Можно же и так Или, конечно, подбирать такие бусины, чтобы легко входило в отверстие игла Теперь золотистую И есть Вдеваем нитку в иголку, чтобы через яйцо пропустить И пронизываем яйцо Дырочки у нас уже есть, через которые мы выпускали белок и желток Теперь нам осталось добавить еще две бусины Вот, серебристую и золотую Ну, и чтобы зафиксировать бусины, нужно сделать, конечно же, вот здесь узелочек на нитке Ну, вот так выглядит наше амулет на богатство И хочу вам рассказать три секрета, которые помогут привлечь богатство в ваш дом Обряды для богатства Да И именно пасхальные Ты вот, например, от пасхальных яиц куда же скорлупу выбрасываешь? Выбрасываешь ли ее вообще? Да, выбрасываю Ну, вроде бы все выбрасывают, мне кажется Ни в коем случае нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц просто так в мусор Ее можно использовать для привлечения благосостояния в ваш дом Скорлупа относится обязательно на огород, в сад Скорлупа, она как удобрение, как благодать, отданная земле Для того, чтобы земля дарила и вам благо Ну, а если у вас просто нет огорода, у вас может быть какой-то домашний цветок Вы можете прикопать скорлупу именно там Цветам не навредит? Нет, это полезно Еще можно застолбить удачу и финансовое благополучие вашего дома Берете стол, четыре ножки должно быть обязательно у стола И берете четыре купюры, кратные пяти Вот, например, пять гривен или пятьдесят гривен Ну, конечно, пятьсот тоже можете Пятьсот? Вот И раскладываете под каждую ножку стола Это действие делается до Пасхи И стол стоит три пасхальных дня на вот этих вот купюрах Затем купюры вынимаются из-под ножек стола и обязательно даются на пожертвование И при этом приговаривается Даня Скудеет рука дающего И в то же время мы помогаем кому-то Да, добро всегда возвращается, а тем более в такой светлый праздник И еще никогда не выбрасывай Пасхи, крошек, вот этих маленьких кусочков Я засушиваю кусочки Пасхи для такого волшебного действия Если вы идете на какое-то очень такое ответственное мероприятие, которое связано с работой, с тем местом, где вы зарабатываете деньги Вы нажевываете маленький кусочек этого сухарика и при этом приговариваете Я к вам с Паской, вы ко мне с Лаской Вам все двери будут открыты Ждите повышения по службе и увеличения зарплаты Какой милый обряд Спасибо тебе огромное, Аленушка Я так много узнала хорошего, полезного и приятного в преддверии праздника И обязательно сохраню этот амулет для привлечения богатства и благополучия в наш дом Сегодня мы продолжаем оновливать великодний кошек оригинальными стравами Моя гостья, кулинарный блогер Виктория Поппин просто зараз научит нас готовить ковбаски Но не обычные, а белые Встречайте! Спасибо тебе, Вика, за то, что ты присоединился до моих экспертов, которые решили сделать великодний кошек оригинальным Обычно люди считают, что существует стандартный набор продуктов и страв до святкового кошек Но мои друзья-кулинари решили изменить традицию и сделать этот святковый кошек оригинальным Учера Игорь Мисевич научил нас готовить вкусное святковое сало А сьогодні Викторія розповість про ковбаски Чому ти вирішила готувати саме білі? Так, тому що це саме улюблена страва нашої родини Польские білі ковбаски Вони є на кожному польскому великодньому столі І я сьогодні покажу ці ковбаски, які навчила мене готувати моя свикруха А розповідай, будь ласка, про наші оці головні убори Так, тому що сьогодні я прийшла не тільки з рецептом, а й з подаруночком Це віночки, які я зробила власноруч У моїй родині існує традиція, що жінки під час приготування великодніх страв надягають такі віночки на голову В них плетено по шість дзвіночків, як бачиш, і потрібно прислухатися до їх дзвону І, увага, для незаміжних жінок, якщо вони почують під час приготування великодніх страв парну кількість дзвонів То невдовзі вони зустрінуть свого судженого і вийдуть далу заміж А якщо не парну, то ще не час Сьогодні і побачимо, що тебе чекає Для заміжних жінок це також має якесь значення? Звичайно, для заміжних я сподіваюся, що так і буде Що мені напророчить парну кількість дзвіночків саме злагоду та мир в моїй сім'ї А якщо не парна, то тоді мене чекає полке з'ясування відносин з чоловіком Таке буває у житті Буду прислухатися, і ви, будь ласка, якщо помітите, мені одразу кажіть Бо я хочу дізнатися про своє майбутнє А стосовно страви, якому будемо готувати, що нам знадобиться? Нам потрібно для цих білих ковбасок 450 грамів телятани 350 грамів свиного свинячого сала 225 грамів колотого льоду Також 2 метри свинячих кишок Ти льод вже дістала, але мені здається, що він танути буде Так, ми зараз його заберемо, просто хотіла показати, що він має бути таким от подрібненим, щоб добре змішуватися потім з фаршем Ой, у мене вже дзвонить, а ми ще й готувати не почали Як та, фрекінбук її звали у мультику про Карлсона? Скажи мені, милий дитина, в якому ухі у мене жужжить? В лівому А от ти не вгадав, мене жужжить в обоих ухах Так, м'ясо та сало потрібно попередньо охолодити Так само, як і всі інструменти, якими ми будемо молоти Це перший секрет приготування Це потрібно, щоб м'ясо та сало і жир з ковбасок не розшарувалися під час приготування Змінюємо насадку Ой, у мене задзвоніло Так, вже парна кількість, значить марта злагода Завдяки різноманіттю насадок у нашій кухонній машині ми можемо суттєво економити час Зараз, наприклад, з легкістю приготуємо фарш Тепер опускаємо наше м'ясо спочатку І мелемо Усі великодні приготування в Польщі починаються з приготування саме цих ковбасок Вони часто з'являються навіть в кількох різних видах на тому ж столі І в білому борщі традиційному для польського столу І з цибулею обсмажено, так як ми сьогодні будемо частуватися І також буває часом в салаті Тобто це дуже велика частина польської традиції Просто така універсальна страва якась Так Слухай, а ці виночки – це також польська традиція? Так, але це традиція з дитинства моєї свекрухи І так вона фактично мене навчила, переказала мені ці традиції І я навчу своїх доньок В тому уроці, коли я познайомилася з його батьками А я познайомилася саме на Великдень Я дізналася, що я вийду замір Саме тоді мене свекруха і навчила А, і одразу ж пар на кількість разів? Так, так, так Це чудово Всі інструменти обов'язково також потрібно охолодити Не забуваємо про це А що ви тоді готували? Я лише тоді допомагала моїй свекрусі Оскільки це було перше знайомство Я дуже-дуже хвилювалася І я навіть добре не пам'ятаю, що я смакувала І що я готувала, оскільки хвилювання було дуже велике Щось я не відчуваю Жодного дзвону А може це тому, що я нічого не роблю Стою без діла, звичайно ж воно не дзвонить Надя, можеш порізати цибулю? Давай Потрібно її порізати на чотири частини Так І розділити на дольки Багато цибульки ми використовуємо Чим більше цибулі, там смачніше Я вже чую, разочок почула А у фарш ми будемо додавати цибулю? Ні, фарш цибуля не йде Ковбаски виходять дуже соковитими Але цибулі там жодної немає Справді оригінальна страва Ой, мене знову задзвоніло Так, тепер важливий момент М'ясо та сало приталовуємо до стінок Тобто, щоб шар м'яса та сала був якомога тонкіший І ставимо в морозильну камеру Хвилин на 20 Так, щоб воно підморозило Щоб воно було максимально холодним, але не замороженим І тоді будемо перемелювати ще раз Надя, ти що, не чуєш, що в тебе дзвонить? І не рахуєш? Мабуть, вже скільки разів? Чотири! Їй Богу, підаш заміж Ура! Боже, не дочекаюся! Через 20 хвилин ми продовжимо готувати Далі що робити? Тепер ми будемо змішувати наш колотий лід Ну, якщо там трішечки залишиться, нічого страшного Так М'ясо і сіль Так, нам потрібно приблизно 2 чайних ложки на таку кількість фаршу Це і руки змерзнуть, мабуть, поки приготуєш цю ковбасу, так? Так, але результат того варти Це буде найсмачніші ковбаски, які ви колись спробували Слухай, особливо цікаво, що вони такого білого кольору Це дуже оригінально А за рахунок чого вони білі, насправді? За рахунок того, що телятина під час теплової обробки світліє І тут багато досить сала І вони отримують такий, після теплової обробки, приємний, молочний, гарний колір Жарнуватими вони не будуть? Ні Сала багато? Сала багато, але це запорука суковетості От побачиш, в кінцемому виробі цього майже не відчувається Тим більше, що зазвичай ми взагалі свинячу ковбасу готуємо А тут теляче виявляється? Тут, до речі, теж можна замінити телятину нежирною свининою Тому що жиру в салі достатньо багато Головне пам'ятати, що сало повинно бути спине І тепер будемо ще раз все молоти Можна в м'ясорубці з найменшими дірочками, можна в чащі блендер Я, мабуть, не вийду заміж, бо в мене п'ятий раз задзвонило у голові Ми перемелюємо м'ясо два рази До речі, це другий секрет приготування Подвійне перемелювання робить м'ясо і сам ферш пухки Допомагаємо собі ложкою або лопаткою, перемішуємо ферш Це ферш змоловся до однорідності Перекладаємо його в ту саму миску І знову будемо охолоджувати приблизно 20 хвилин в морозильній камері Тут така однорідна консистенція, вони як сосиски, мабуть Так, так, вони як сосиски фактично Ці ковбаски взагалі мають німецько-польське походження Їх ще називають м'юнхенськими На грилі, до речі, вони теж дуже хороші Уявляю І тепер ставимо знову морозильну камеру Слухай, виходить, що у вас справді багатонаціональна родина І традицій, мабуть, багато Я пам'ятаю свій перший великодень в Польщі Це було для мене навіть шоком Що понеділок після великодня, вони поливаються водою Ця традиція називається шмінгус-дінгус Або ще ляний понеділок називається Так, а що це означає? Що стане? Ось мене полили водою До речі, дзвоник, дзвоник є Ось, знову звене Це шостий А, до речі, повертаючись до поливання Це взагалі на щастя, на благополуччя вироться Тобто всі хочуть, щоб їх полили А діти що роблять на великдень? Діти розмальовують яєчка Печуть пісочних овечок Таких в спеціальних формах Це також частина традиції Допомагають при приготуванні великодніх бабок Тобто тих самих пасок Розмальовують великодні тістечка Теж випікається в Польщі Прикрашають мазурки пісочні Це така традиційна польська випічка З пісочного тіста З великою кількостю сухофруктів Різноманітних горіхів Згущеного молока, шоколаду Дуже-дуже калорійна і дуже смачна Ну от, час пройшов Тепер дістаємо наш охолоджений фарш І готуємо далі Перекладаємо наш охолоджений фарш туди Він дуже холодний Додаємо приправи спочатку Білий мелений перець, мелена гірчиця Щіпка мускатного горіха І тепер третій секрет приготування Сухе молоко І воно потрібно для збереження соковитості ковбасок Сухе молоко при термічній обробці Вбирає та затримує місні соки Тоді ковбаска виходить соковитою Адже вона не витікає, як зазвичай А затримується всередині І при тому сухе молоко додає приємного вершкового посмаку Нашим ковбаскам Дивіться, є багато секретів при приготуванні такої ковбаси Нам потрібна буде насадка лопатка І перемішуємо Це вже четвертий секрет приготування Перемішувати потрібно 3-4 хвилини Поки маса стане клейкою, однорідною Так, ну от і все Тепер готовим фаршом будемо наповнювати свинячі кишки До речі, ці ковбаски походять з Німеччини, так як я вже казала Виникли в процесі такого випадку Що коли Зеп Мозер, німецький шинкар Готував взагалі ковбаски звичайним своїм чином І в нього закінчилися биранічі кишки біжтонки, які він використовував І він їх замінив свинячими І виявив, що це набагато смачніше І краще ковбаса по консистенції виходить, ніж з биранічими І з тої пори беруть свій початок білі ковбаски Таке значення має оболонка? Так Свикруха тобі допомагала або трошки так критикувала, спостерігала суворо за тим, як ти робиш Та вона в мене зовсім не сувора, вона в мене дуже хороша Вона все вміє робити в такій витонченій манері, що я навіть не зрозумію, що це критика Ставимо миску, яку буде скапувати все, що зайве І беремо наші чищені свинячої кишки Приблизно на цю кількість фаршу нам потрібно буде 2 метри кишок Щоб вони легко знайшли на кінцівку, потрібно змастити олією Балакаємо так цікаво, аж забуває, що треба дослухатися до свого віночку та свого дзвіночку І в мене продзвоніло Так і пристрасть повернулася в мої відносини Сім разів і більш немає, ти диви Так переживаю, а я отак спеціально буду Вісім, дев'ять, десять Тепер зав'язуємо кінець кишки вузликом і будемо наповнювати Якщо хочеш, можеш мені допомогти Ні, я думаю, що моя машина допоможе Добре, все бажано робити швидко, щоб фарш надто не грівся І наповнюємо наші оболонки Наповнювати потрібно не надто щільно Якщо надто щільно наповнити, то тоді вони можуть тріснути при тепловій обробці Багато хто каже, що потрібно проколювати ковбаски Насправді, не обов'язково, головне дотримуватися технології відварювання Не надто щільно наповнювати Проколювання має ту ваду, що буде витікати той жир, який би залишився в ковбасках І потім під час вистигання ковбаски частково вибрали в себе ті соки Бо жир – це сік і смак фактично Ну, звичайно Так, от наповнюємо наші ковбаски і перекручуємо через кожні приблизно 15 сантиметрів Ми фактично закінчили Все, майже все зробили В мене 11 разів, я так трусила головою і нічого не вийшло 11, все, крапка Надя, ти мені допоможеш і можеш ще зазвонити Ніякого заміжжя Давай зав'яжеш ще раз вузлик мені останній Дякую дуже, що ти мені довіряєш Чуєте? Дзвонить Так і підеш заміж цьому році Ой, слава Богу Це так добре, дякую дуже 12 разів і щоб більше нічого не сталося і не змінилося на 13, я буду так спокійно стояти Тепер ковбаски наповнені і ми продовжимо їх приготування Для цього ми будемо їх відварювати у воді Наповнюємо кастрюлю водою Добре, що на нашій варочній поверхності можна вибрати необхідну мощність Поставіть таймер і все буде готово Будемо відварювати у великій кількості води, яку ми доведемо майже до кипіння І опускаємо наші ковбаски в майже киплячу воду І це п'ятий секрет приготування Потрібно готувати в помірній температурі Якщо вода буде надто сильно кипіти, буде надто висока температура Ковбаски, по-перше, можуть тріснути Їхня оболонка, це раз А по-друге, жир почне надто інтенсивно витікати, відділятися І вони будуть потім в результаті сухими і жорсткими Тому бажано на чотири хвилини, на одну хвилинку приблизно знімати кастрюлю з вогню І відставляти у бік, щоб вони фактично трошки охолонили Ти диви, як багато секретів тобі свикруха передала А що ми будемо робити з цибулею? Цибулю ми будемо тушкувати Для цього ми беремо кілограм цибулі, яку ти вже гарно порізала Це майже 6-7 цибулей Це багато А мене вже 5 разів прозвонило, поки ми готували Непарна кількість, я сподіваюся, що парна все-таки буде на кінці Щоразу мої друзі експерти намагаються здивувати мене новими незвичними рецептами І поділитися цікавими історіями Я люблю наші зустрічі А завдяки моїй кухонній техніці рецепти перетворюються на кулінарні шедеври І це ще одна причина збиратися усім разом частіше Невеликі кількості росленної олії ми будемо тушкувати нашу цибулю Осипаємо Ковбаски Можна поставити на найменший вогонь, слідкувати за ними і навіть їх не знімати Головне не доводити до активного кипіння Варити приблизно 15-20 хвилин Ковбаски вже готові і дістаємо ми їх до миски наповненої холодною водою та льодом Щоб зупинити процес термічної обробки А чому це так важливо? Щоб вони далі не готувалися і не втрачали сік Такі ковбаски ми можемо запікати, смажити на грилі або додавати вже в салат або в інші страви І цибулька наша готова Тепер, Надю, чи могла б ти розігріти духовку? Так, скільки градусів? Нам потрібно розігріти духовку до 180 градусів Цельсія Нашу цибулю ми викладаємо в жаротривкий посуд І тепер ці ковбаски вже фактично охолоджені Ми виймаємо, може спочатку на робочу поверхню Понадрізаємо їх і повикладаємо О, вже смачно мені здається І дивіться якого вони кольору Так Вже білі І ми робимо приблизно 5-4 поперечних розрізу Так вони рівномірніше пропечуться А глибокі ці розрізи? Ну досить Краще будуть вбирати аромат та смак цибулі О, таку красу ми ставимо в духовку Так Ковбаски будуть запікатися 20 хвилин за температури 180 градусів За 5 хвилин до кінця приготування ми увімкнемо функцію гриль для того, щоб ковбаски набули рум'яної скоринки Вже час діставати ковбаски Ну от Так Боже, який аромат Вони просто дивовижні, але На жаль, я чую дзвіни Це означає, що це вже тринадцятий раз Тобто ніякого заміжжя цього року Почекай, Надьо, ми ще не скуштували Це ще не кінець А, вони такі смачні, я буду їсти і головою трясти І ще буде надзвонить У мене, до речі, вже надзвоніло на пристрасть Ще тільки рахую парне, не парне, не парне, не парне Єдине, що має значення А я зараз нагадаю рецепт приготування, потім будемо куштувати Візьміть телячу лопатку, свиняче спинне сало, сіль, колотий лід, білий мелиний перець, мелену гірчицю, мускатний горіх, сухе молоко, очищені свинячі кишки, цибулю, олію Всі інструменти і м'ясо охолодіть в холодильнику М'ясо і сало подрібніть в м'ясорубці Ще раз поставте в морозилку на 20 хвилин Змішайте фарш, лід і сіль подрібніть в повторному м'ясорубці Додайте малиний перець, мускатний горіх, гірчицю і сухе молоко Змішайте Отриманим фаршем наповніть підготовлені свинячі кишки Варіть при температурі 75-80 градусів 15-20 хвилин Перекладіть готову ковбаску в миску з льодом, щоб зупинити процес теплової обробки Очистіть цибулю і наріжте тонкими півкільцями Тушкуйте цибулю на сковороді з олією На кожній ковбасці зробіть надрізи Разом з цибулею запікайте в духовці, розігріть їй до 180 градусів До рум'яної скоринки близько 20 хвилин За 5 хвилин до завершення приготування скористайтеся функцією гриль Для того, щоб ковбаски набули рум'яної скоринки Ну от, тепер можемо пробувати нашу смакоту Давай тобі покладу Пригощайся з цибулю Дякую Ніколи не можу собі у них відмовити Є сила сильніша за бажання бути стронькою Бажання смачно поїсти О боже, яка смакота Це надзвичайні ковбаски, слухайте А з цибулькою? Я рада, що вони тобі так смакують А в тебе знову, до речі, задзвоніло Так? Я не чула От, підеш заміж Для великоднього кошику це ідеальна страва Новенька і традиційно одночасна Так, накладаємо трішки для нашого великоднього кошика Так, зараз я пішла за кошиком Протягом тижня ми збираємо великодний кошик Ось дивіться Учора поклали вже сальце за рецептом Ігоря А сьогодні до нього потрапляють білі ковбаски Ось, ну майже готовий вже кошик Є ще час підготуватися І кілька страв від моїх експертів А сьогодні я дуже вдячна тобі і за цю традицію І нічого страшного, якщо не вийду заміж цього року Наступного вийду І я тобі, Надю, бажаю, щоб твій суджений був десь дуже близько І щоб ти не вдовзі таки зустріла свою долю і була щасливою Дякую дуже, дуже дякую І твоїй родині великий привіт Особливо Свикрусі, яка знає такий гарний рецепт Дякую, дякую В марте ми об'явили конкурс на лучшого кондитера-оформителя куличей По версії, все буде добре За це час ми отримали великое количество фотографій Замечательних робот тех, хто решил, що достоин победи в этом конкурсе І вибрали три лучших роботи Вчера Мерита в Масян украсила кулич малазійськой техніки А сьогодні Алина Стеблянко научить нас создавати уникальний декор із пастилажа Встрічайте Алину! Алина Стеблянко – кондитер-аматор, яка вразила суддів всеукраїнського конкурсу на найкращий декор великодної паски Її витвір «Молитва миру» – це чудова кондитерська композиція Сімдесят сантиметрів за вишки з янголом на горі А почалося все з торта до дня народження дитини Він так сподобався гостям, що Алина захопилася приготуванням десертів І вже сім років займається кондитерським мистецтвом Коли вона стала справжнім майстром декору тортів Взялася запаски і нині прийшла знову довести, що в цій справі найкраще Та я тебе обниму, ти така молодець, така умниця, що приїхала к нам Вместе со своєю уникальним ключом Це волшебна робота, ви видите, наскільки вона хороша І, звичайно, ти достойна победи Також, як і інші участниці фінала У нас є прекрасний член і жюри Це Лиза Глинська, яка знає все о кондитерському іскусстві І з цієї точки зрення оцених роботи участниц І очаровательна Марія Шевченко, яка точно даст оценку Наскільки ці техніки доступні і їх можна буде повторять Дома на своєй кухні Моі дорогі гости, у вас теж буде можливість голосувати Тому що все три роботи ми представимо вам Для того, щоб ви выбрали лучшую по вашому мнению Аленочка, ти вже вже видела, які іспытання проходять куличи В нашому конкурсі Як ти думаєш, видержат? Я думаю, да, якщо не упадет А це, мои дорогі, зависит от вас Іспытання на прочность Все як в жизни Ми не тільки кулич печем і украшаємо Ну, ми йдемо в церкві, щоб освітити його А потім, можливо, йдемо в гості І він все время Должен оставатися таким же красивим Особенно, якщо він Ізначально такий великолепний Ось, прийшли Вот, прийшли Встречаєм Передаєм З рук в руки Пожалуйста, аккуратней, щоб нічого не случилось Ми ставаємось На дорогах ніхто не від мене Так що звиняйте Дожди Работа пошла Спасибо вам огромное Помогайте нам А мы тоже не будем просто так стоять Расскажи, пожалуйста, что нам понадобиться Для декора в твоей технике Для декора я использовала шоколад И сам декор у меня из пастилажа Это желатиновая мастика Но для начала мы все-таки приготовим Что? Кулич Кулич у меня на сливках На сливках и масле Это тот вид куличей Которые не сухие, они очень влажные Сочные И если использовать твой секрет Кулич не будет черстветь, да? Да, остаются свежими и вкусными Вот, наливаем сливки Начинаем со сливок Подогревать их не нужно Они обязательно должны быть теплыми Вообще все ингредиенты Должны быть теплыми Для нашего теста можем использовать Один пакетик быстродействующих дрожжей В нем 11 граммов И этого количества хватит Для того, чтобы тесто Гарантированно поднялось Тем более, что такие дрожжи Подходят для любого вида выпечки Что очень удобно Так, еще мы добавим сахара Ложечку Угу И муку Ложечку Да и правильно Это питание для наших дрожжей Вот, сейчас он не проснется И начнется пенная вечеринка Все, теперь накрываем опару И оставляем на часик В тепле желательно А вот там, на заднем столе И будет очень уютно и хорошо Для приготовления теста нам понадобится Мука Сахар Желтки Соль Сливки Масло Ванильный сахар Цедр и кардамон Ну, вы знаете Ой, ой Волшебно Я уверена, что он изумительно вкусный А теперь мы приступаем к главной и основной части Декорированию Для начала нам нужно приготовить пастеллаж Нам понадобится для пастеллажа Сахарная пудра Желатин И холодная вода И еще нам нужен крахмал Угу Чтобы тесто не прилипало к рукам Сначала нужно нам растопить желатин Да Я могу тебе помочь сделать это в микроволновке А ты расскажешь, что надо делать дальше Дальше мы понемножку добавляем сахарную пудру Но только по чуть-чуть Лучше по столовой ложечке Равномерно, да Чтобы была хорошая консистенция Его надо перемешать Когда, конечно, я увидела работу, с которой ты победила во всеукраинском конкурсе Я была поражена Вот скажи, как ты приняла решение, что тебе надо в этом конкурсе участвовать? Дело в том, что до участия в конкурсе я ни разу еще не выпекала куличей Я делала просто торты Была дома А, и ты украшала торты настолько хорошо и красиво и профессионально, что тебя пригласили участвовать в этом конкурсе Да И ты впервые спекла еще и кулич, да? Да, пришлось учиться, причем в экстренном режиме Первый раз, когда меня пригласили, я отказалась Потому что, во-первых, я не понимала, что там можно украшать в этом куличах Я их никогда не пекла Я немножко их боялась, потому что это довольно-таки сложная выпечка Я считаю, что дрожжевое тесто, оно по-своему уникальное И это целое искусство Это нужно постоянно выпекать Вот, чтобы все хорошо получалось На второй раз, когда меня пригласили Второй раз, когда меня уже упрашивали Начала сомневаться Может, не стоит отказываться Попробовать Все-таки такая честь Представлять наш город Город Сумы И я услышала свой гороскоп Если этого не сделаете вы, сделает за вас кто-то другой После этого, конечно, уже началась работа над дизайном Вот эта консистенция такая, как нужна, да? Да, мы перемешиваем сейчас желатин с сахарной пудрой До однородной консистенции К тому моменту ты уже была довольно опытным кондитером, да? Но именно поэтому же к тебе обратились и пригласили в конкурс А когда ты начала готовить сладости, десерты, украшать их? Готовить начала, когда была в декретном отпуске Я решила своему старшему сыну приготовить торт Начала искать рецепт И случайно видела вот украшенный торт мастика Мне стало им очень интересно И начала изучать эту тему Какой год это был? Это был 2010 7 лет уже почти назад Тогда, да, действительно, мастика еще, наверное, и такой модной даже не была Только все начиналось Да, тогда информации было немного Пришлось перешерудить очень много сайтов Были форумы, на которых сидели такие же, как я, мамочки Мы учились друг у друга, помогали, советовались Важны ли пропорции желатина и воды? Да, конечно, важны Какой пропорцией пользуетесь вы? У меня классический рецепт, который уже проверен годами Это столовая ложка желатина и 4 столовые ложки воды То есть вы не используете весы и, ну, как бы, больше ложками, да? Да, как, в принципе, и бывает на большинстве кухонь, да, Марина? Да, все на глаз, все на глаз у хозяюшек Вот уже пастеллаж собирается в один ком Добавляем крахмал, чтобы не прилипал Вот, такая тугая масса Угу, тугая, но эластичная Пастеллаж нужно сразу запрятать в пакетик Плотно закрыть Угу Потому что высыхает он очень быстро И работать надо очень-очень быстро Угу, вот такая специальная С собой принесла Алина скалочку Да, маленькая скалочка Угу, удобная для мелкой Кондитерская А если у меня нет специальной скалочки, чем я могу это заменить? Принципово, что она должна... Нет, это скалочка для мелкой работы Так, а если у меня ее нет, я могу взять и бутылочки Обычную, да И обычную скалочку А толщина? Все зависит от деталей, которые мы готовим Первое, что мы сейчас приготовим, это детали для декора Которым нужно время, чтобы подсохнуть Чтобы они держали форму Это у нас крылышки и сама основа для фигурки То есть мы сейчас делаем вот этого ангела? Да Что я использую для работы с мастикой? Вот такой вот нож Маленький Давай покажу Что это за подручные средства? Вот такие саби подручные, но у каждого такие Можно и без него обойтись Опа! А это у нас что за сумочка? Это хороший ответ Вот школьный пенал Ножнички очень удобные, маникюрные И вместо специальных стыков у меня вот такая вот кисточка Что такое специальные стыки? Специальные стыки это инструменты для работы с мастикой То есть действительно все, что может найтись дома Ну я уверена, что ножницы и линейка у тебя, Марина, есть У меня есть Мне не подобается, это у кожного буда, я думаю Маненька, можно попросить тебе полотенечко? В каких целях? Для чего? Дело в том, что когда лепишь мастику, руки постоянно пачкаются Прилипает пудра Поэтому, если можно, чтобы оно было постоянно рядом Сейчас Подойдет такое полотенечко? Отлично Детали вырезаю тоже вручную А, у тебя лекала есть, да? Да, у меня обычно это обычные формы Можно я буду показывать? Из простого картона Вот это крыло, конечно, ангельское, его не спутаешь А это, наверное, будет туловище, я так думаю Нет, это будет наш фартух для кулича Не догадалась Пожалуйста Это очень удобный нож для нарезания пиццы или лапши Можно использовать и обычный нож Обычный, вот Пока она не застыла, мы делаем вот такие полосы Имитация крылышка, чтобы оно все-таки на него похоже было Слушай, а вот умение рисовать, это у тебя врожденное или ты где-то училась? Да, это врожденное, но дело в том, что родители меня отправили в художественную школу Угу Видите, как пригождаются все знания в жизни Да Лекала может сделать и не художник, просто распечатать картинку Хотя особого желания учиться рисовать у меня на самом деле не было Тогда не было? Нет И что ты забросила потом или как? Нет, я закончила Угу Я закончила, хотела поступить в академию дизайна в Харькове Угу Но не сложилось Замуж выскочила? Нет, пошла на юридический А, это лучше Да Юридический закончила? Да, закончила Так ты юрист? Нет Замуж выскочила? Замуж вышла? Да Как муж относится к такому твоему? Я не знаю, теперь это уже увлечение или профессия Жалуется очень сильно, потому что... На что? Часто бывают у нас сладости Бедный, бедный А он, наверное, у тебя спортсмен и любит питаться правильно Да А отказать себе не может, потому что очень вкусно с чаем, особенно зимой И что он говорит? Бросай это дело Да, хватит уже Начинай варить куриную грудку, да? Да Очень быстро все это получается у Алиночки Конечно, у нас так с первого раза не получится, но в целом видно, простые процессы Привычные приспособления, которые есть в каждом доме Так что, можно и нам будет пробовать Вот Сейчас подровняем Угу Так детишки что? Подрослее тебе помогают? Да Младшая мне очень любит помогать Садится рядом со мной И ему сколько? Семь лет уже А старшему тоже? Старшему уже тринадцать Уже отошел от этого дела Вот А чем же он увлекается теперь, скажи? Он ходит на плавание Так, мы приготовили детальки и нам нужно их поставить, чтобы они не мешали сушиться А это тогда я срочно в пакетик отправляю, чтобы не засохло Крылышки нашего ангела готовы И фартушек для кулича тоже Наденька, дайте, пожалуйста, тарелочку для наших деталечек Пожалуйста Достаточный размер? Да, спасибо Мы их отложим Вот Пока не представляю, где его голова, там туловище еще было, волосы Дальше нам нужно подготовить основу для нашего ангела Сделать такое туловище совсем не сложно Сформовать шею Аааааа, это как маска вот эта вот Это слепок лица Я использовала обычные куколки своей маленькой девочки Представляете? А вот это из чего? Это тот же пастилаж Он высох Высох И затвердел настолько, что стал уже молодой Да Пока оно мокренькое Выбирает куколочку Оп Махнула ее туда. Оно застыло, и потом же туда залывала. Гениально. И так их много, они разные, да? Федмены плюс. Хоп! И уже личико какое красивое получилось. А это формочки для создания цветов. Очень быстро. Не нужны никакие инструменты. Видишь, все вручную, просто без всяких сложных инструментов. Плюс, плюс, еще раз плюс. И оно вечное фактически, да? Да. Теперь я покажу, как делают цветы. Давай. Так, один метод мы используем. Вот такие вот заготовочки. Очень простые. Есть побольше, есть поменьше. Текстура разная. Беру просто маленький кусочек мастики и растягиваю тесто, чтобы оно было как можно тоньше. Чтобы створить молд для квитов, пастеллаж скатайте в кульку и сформуйте конус. Уздовж конуса сделайте насечки, которые имитуют прожилки на полюстках квитов. Дайте полностью подсохнуть. Присыпьте молд крахмалом. С пастеллажа сделайте кульку и притисните к молду. Скрутите ножку, за его обрежьте. Снимите квитку с молда, за лыжьте высыхайте. Да, я возьму тоже кусочек, нашла себе формочку. Да, обязательно пользуйтесь крахмалом, иначе перелепнет. А вообще ты помнишь? Да наверняка. Самую большую фигуру, которую ты сделала из пастеллажа, это еще больше, чем тот ангел, который для конкурса? Это именно конкурсная работа у меня была самая большая. Она вообще транспортировалась даже отдельно от кулича, потому что очень хрупкая была. А вообще, почему ты решила ангела делать? Там была тематика. Тематика богиня-берегиня. Теперь у меня цветок при помощи обычных маникюрных ножниц. Поразительно. Я просто разрезаю на пять лепестков. И вот кисточкой вместо стыка формирую лепестки. Вот так. Кажется, что все просто, но, конечно, с первого раза у нас так не получится. Просто шикарно, волшебно, как у тебя опыт. Опыт. Опыт и талант. Да. Хорошенький. Для створения бутона-квитки сформуйте с пастеллажа гострокинцевый овал бутон-квитки. Сробите надрезы для пяти полисток. Приплюсните полистки, чтобы они стали тоншими и ширшими. Скрутите кончик бутона и сформуйте нижку-квитки. Залиште до высыхания. И теперь, пока наши детали сохнут, мы будем оформлять, наконец-то, кулич. Ура! Кулич я покрывала шоколадом, заливала, потому что пастеллаж – это та мастика, которая не покрывает ни торты, ни куличи, потому что когда она высыхает, она превращается в купол. Она очень твердая, и разрезать потом кулич не получится. Вот, поэтому сегодняшнюю работу, которую вы видели, там был просто шоколад. Для этого мы возьмем... А мне нравится идея шоколадный кулич. О, боже, это вкуснее, чем обычная глазурь. Сливки. Ну, то есть это не совсем шоколад, а ганаш скорее, да? Ну, ганаш, да. Каждый раз, когда ко мне приходят мои любимые друзья, я всегда этому очень рада. Ведь наши радушные и теплые встречи сопровождаются приготовлением чего-то необычного и вкусного. И даже в тот момент, когда мы увлекаемся общением, я уверена, что благодаря моей кухонной технике наш совместный кулинарный шедевр получится таким, как мы его задумали. Надо следить за сливками, чтобы они не пригорели. Ты два вида шоколада используешь? Да, я старалась как можно меньше использовать красок. Фигурка придерживалась определенного стиля, чтобы она была белая, светлая, как этот праздник. Но хотелось какого-то разнообразия на нем. И поэтому я решила использовать еще вензеля из черного шоколада и белую глазурь из белого шоколада. Это даже звучит вкусно. А ты вообще любишь готовить что-нибудь помимо сладкого? Или этим занимается кто-то другой в семье? Нет, я очень люблю готовить и очень люблю поесть. Не помитно. Нагрели сливки, отправляем. Добавляем мы шоколад. Он должен полностью раствориться. Но это быстро произойдет. Кажется, главное его не перегреть. Он же белый, капризный, как нам говорили наши эксперты. Теперь нам нужно его взбить, чтобы получилась равномерная пышная масса. Давай я тебе покажу, как здесь включать. Да, включайте. Здесь мы нажимаем и включаем. Все, я думаю, уже готово. Теперь мы будем заливать верхушечку. Аккуратно. Начинаем покрывать. Ура! Вот, хорошо бы, если бы кулич был у нас охлажденный, тогда глазурь быстро будет остывать. Вот. Поставим пока его в холодильник. Ганаш застыл, как мы видим, и мы можем продолжать декорировать кулич. Что нам для этого нужно? Чем я могу тебе помочь? Мне нужна сейчас горячая вода. Я принесу. Так. Вот. А это Алиночка принесла с собой готовые формочки из пастилажа. Красота-то какая. Все, мы знаем, как это делать. Все нам Алина показала. Вот они. Такие получатся. Да, а теперь расскажу, как их можно приклеить к куличу. Берем нож. Нагреваем его. Нам нужно подтопить поверхность ганаша. В то же время, чтобы и не влажный он был, да? Аккуратно проводим, чтобы немножечко подтаяло. Можно сделать углубление. Здесь специальные такие вот хвостики. Да, просто втыкаем туда, вставляем. Дуже легко. Вот. Вот такого плана. Начинает расцветать. Да. Так, а что с черным шоколадом? Им можно рисовать, делать надписи. На куличе мы видели, какую прелесть можно черным шоколадом нарисовать. И на кухне «Все будет добро» неоднократно украшали разные кондитерские изделия черным растопленным шоколадом. Поэтому с этим вы, друзья мои, справитесь обязательно. А вот как приклеить крылья ангелу? Свежие детали. Когда при лепке я делаю, это клей, то есть это желатин. А сухие детали я приклеиваю на горячую мастику. То есть я ее топлю в микроволновой печи. Она становится жидкой. Я быстренько приклеиваю, она быстро высыхает и держит все детали. Сформовать руки. Сробить маленькие продогуватые конусы, зигнуть в ликтях. Сробить небольшие заглибления для долонь. Руки насадить на зубочистки, приклеить до тулуба водой. Сформовать долоньки и приклеить. Подсушить. Злепить свечку, приклеить. Сробить волосся. Доброе разогретую мастику продавить через пресс для чеснока, приклеить волосся до головы. Сробить нимб. Приклеить крыло до фигурки за допомогою розыгретого до редкого стану пастеллажу. Конечно, теперь абсолютно все ясно, как сделать такую красоту, которая, я надеюсь, идеально прошла испытание. Мариночка, тащи его сюда. Тащу. Подбурные аплодисменты. Благодарю. Ну как там, он целый? Я не знаю, все ли на месте. Я очень волнуюсь так же, как и Алина сейчас. Но! А-а-а! Зря мы волновались! Ну я, правда, и не сомневалась, что оно будет целое. Это не только идеально красивый декор, но еще и достаточно прочный выдержал испытание. Спасибо вам, что помогли. Я считаю, это твердая пятерка. По пятибалльной системе, между прочим. Пока Алина завершает декор, я напомню, как мы готовили основу для декора. Для ганаша возьмите сливки и белый шоколад. Сливки нагрейте, добавьте шоколад, растопите, а затем взбейте массу. Ганашом покройте кулич. Для пастилажа в холодную воду добавьте желатин, дайте время, чтобы он полностью разбух. Растопите на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая. Желатин должен полностью раствориться. Небольшими порциями добавляйте сахарную пудру, чтобы масса собралась в плотный ком, который не прилипает к рукам. Во время работы с пастилажем пользуйтесь присыпкой из крахмала. Этим можно любоваться бесконечно. Браво! Спасибо большое. Вот такой результат. Из пастилажа у нас есть жгутик, который скручен. Налаживались они несколько этапов. Тоже, как я вам показывала, ножом подтапливала и на горячий шоколад вложила этот жгутик. В фартушке есть вот такие вот разрезики. Мы продели ленточку, сделали надпись шоколадом. Здесь сверху тоже шоколад. Наша фигурка, она крепится на шпажку, поэтому такая устойчивая. И можно ее сохранить просто как декор на кухне, например. Да, у меня есть фигурка, которая хранится уже 7 лет. Вот я к этому тоже. Смотрите, как замечательно. А при этом, даже если вот основную часть декора вот этого ангела снять, все равно кулич получится очень вкусным и изысканным. Это мое мнение, а самое главное – это мнение судей сейчас. Кто начнет? А я. Давай, как обычно. Алиночка, вы – великая умничка. Я понимаю, что вы очень хвиливались. Все было очень просто. И даже если я не смогу слепить этого ангела, я могу сделать квиточку какую-то, какую-то детальку, веточку. Для меня все было просто. Вы умничка. Моя оценка – 5 баллов. Спасибо вам огромное за то, что поделились опытом. Скажу честно, я немножко в замешательстве, потому что ваша техника приготовления пастеллажа и приготовления ганаша, она идет в разрез с моими знаниями. Но ведь это не значит, что это неправильно и что это не работает. Мы видим результат, и он хороший. Я хотела бы поставить вам 4 за вашу изобретательность. Я на самом деле знаю, сколько стоят эти формы. Один лепесточек – это в среднем 20-30 евро. И вы действительно большая умница, что смогли без супер каких-то там специальных приспособлений сделать вот такую красивую скульптуру. 4 от Лизы Глинской. И общий балл – 14. Это прекрасный результат. И я напоминаю, что возможность изменить нынешнее положение дела и повлиять на исход нашего конкурса будет у моих дорогих гостей. После того, как все три финалистки представят свои работы здесь на «Все будут добрые», вы сможете увидеть сразу все три и проголосовать. Таким образом, добавив баллы. Спасибо огромное. Ты справилась. Хороших праздников. Спасибо. Спасибо. А завтра последняя участница конкурса представит свой вариант, свою технику оформления пасхального кулича. Краска для волос дорогая, а цвет волос становится тусклым и вымывается буквально через неделю. Моя подруга, косметолог Ольга Мечельская, уверяет, сохранить стойкий цвет волос после окрашивания поможет домашняя маска для цвета волос по всей длине. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуйте. У Оли вышел настоящий спор с нашей красавицей Леночкой Мельник. Оля считает, что благодаря домашней маске для стойкого цвета волос может цвет продержаться, а Лена считает, что это невозможно. Мало того, через две недели цвет уже обычно становится тусклым и вымывается. Мы с Леной обсудили ситуацию. Я говорю, ты знаешь, есть отличные домашние средства, которые помогут справиться с вот такой вот проблемой. И она говорит, нет. Я говорю, слушай, я тебе могу дать эти вот рецепты, попробуй на себе. Она говорит, нет, ты знаешь, тогда это будет как бы нечестно. Я найду двух девочек, которые согласны полностью пройти этот эксперимент от начала до конца. Ее подопечные. Ее подопечные. Да. Она полностью сделала новую окраску девочкам. И потом девочки начали делать масочки, каждая свою. И, собственно говоря, сегодня мы должны увидеть, к чему же это привело. Здорово. Ну, я в себе уверена. Так вот, Олечка настолько в своих силах уверена, что даже в магазин отправилась, чтобы хорошо подготовиться к сегодняшней встрече. Давайте посмотрим. Я готова доказать, что я права. Красивыми волосы могут оставаться надолго после окрашивания. Ну, а подругами можно оставаться и после спора. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где находятся косметические масла? Я вам покажу. Спасибо. Вот, пожалуйста, выбирайте. Спасибо большое. Так. Ну, мне нужно миндальное масло сейчас. Ага, вот оно. И еще одно. Вот. Вот это. Добрый день. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, мои масла. Покупочки. Пакет нужен вам? Нет, не нужен. Спасибо. 20 апреля. День подруг. Ух ты. Есть отличная возможность поздравить друг друга. Вот, пожалуйста, подачные сертификаты. Ой, вы знаете, я с удовольствием куплю один из них. Леночка, несмотря на то, что мы с тобой спорим, я всегда знала, что ты моя самая замечательная подруга, и поэтому я хочу тебе сделать небольшой сюрпризик. Ух ты! Сертификат еще можно подписать. У вас есть ручка? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Леночка, это тебе. Девочки, я на самом деле каждой нашей встрече стараюсь подготовиться максимально. Уход за волосами должен быть комплексным, поэтому при выборе магазина для своих покупок я обращаю внимание на комфорт, обслуживание и ассортимент. Ведь важно, чтобы все было под рукой, в одном месте. Лена тоже участвует в эксперименте, в испытании. У нее есть две подопечные, Диана, брюнетка и блондинка Марина, которые в течение целого месяца пользовались твоим средством. И я хочу сказать, что я с девочками лично не знакома. В чем же как бы вот и интриг? Мы обязательно увидим, как обстоят дела с волосами у Дианы и Марины, а сейчас давай уже начинать готовить эту маску. И хочу сказать, что проблема как раз вот яркого цвета волос, она перестанет вас, скажем так, сильно беспокоить, если вы будете пользоваться этими средствами. Единственное, что, как бы вот корень все равно будет отрастать. Это же понятно. И разницу мы будем видеть, но тем не менее нам не нужно будет окрашивать наши волосы по всей длине. А это уже щадящий способ, волосы будут в результате здоровее. Мы будем готовить две маски. Две для разного цвета волос. Потому что брюнетке нужно насыщенный, темный, каштановый, благородный как бы вот оттенок сохранить. А блондинке желательно избавиться вот такой вот желтизны, которая появляется, когда начинает вымываться уже утонирующая основа. Ну, то есть в конце концов нашей Леночке тоже будет полезно знать рецепт этой маски. Не говоря уже обо мне, тоже хочу узнать. Начнем для блондинок стараться или для брюнеток? Для брюнеток. Нам понадобится 250 грамм замороженной черной смородины. Кстати, она есть практически в любом супермаркете. Дальше. Буквально две столовые ложки оливкового масла и чайная ложка, либо четверть столовой ложки касторового масла. Все. Три ингредиента. Выразительно. Как много хорошего мы знаем о полезных свойствах черной смородины. Но таким образом для волос мы ее еще ни разу не применяли. Ну, нас сейчас интересует вот этот вот красивый пигмент, вот красящий, который является достаточно стойким и волосу придает очень красивый оттенок. Нам нужно взять нашу смородину, разморозить. После этого немножечко ее как бы вот размять, пропустить через сито, так, чтобы кожура осталась отдельно, косточки самые крупные остались отдельно. И вот у нас остается буквально чуть-чуть вот такой вот полезной начиночки. Или пюре, или даже можно сказать, что это сок смородиновый, но с мякотью. Кстати, в этом сезоне, когда пойдет свежая черная смородина, мы будем ее не только на зиму замораживать, но и вот для такой маски применять. Потому что цвет, мне кажется, особенно вымывается, и волосы становятся тусклыми после окрашивания, когда много солнечных лучей. Ну, Надь, ты понимаешь? Ай, вкусно. Удержалась. Просто хочу сказать, что и зимой волосы тоже у нас страдают, и осенью, и вообще вот постоянно. Но тут нас интересует, что кроме окрашивающего пигмента, у нас есть большое количество витамина С. То есть как раз вот аскорбиновая кислота делает наши волосы более мягкими, более блестящими. О, еще и уход, не только сохранение цвета. Плюс полевая кислота, которая тоже делает наш волос эластичным и здоровым. Одни кислоты, они пересушат. И вот как раз оливковое масло, там, где много витамина Е, оно спасет наши волосы, придаст блеск, и наши волосы, они будут действительно здоровы. А вот для того, чтобы были и кончики наши эластичные, они были всегда вот красивы, нам нужно взять буквально вот немножечко касторового масла. Одна четвертая столовой ложки, это примерно одна чайная ложка. Единственное, что, поскольку у нас достаточно много активных природных ингредиентов, здесь в том числе черная смородина, нам нужно обязательно сделать аллерготест домашний на применение средств. И к нам осталось только нанести ее на волосы. Но тут маленькое но. Она же красища, это наша масочка. Поэтому мы обязательно должны одеть перчатки. Наносим мы нашу маску перед мытьем волос. Одели перчаточки. Взяли еще что-то вот вроде клееночной такой вот простыночки, либо вот большого кулька. Замотали обязательно вот по кругу, потому что ничего не измазать, никакую кофточку. После этого берем часть волос, вот то, что верхнюю, поднимаем как бы в пучок, зажимом прикрыли и наносим на нижние пряди аккуратно нашу маску. По направлению сверху вниз, как бы вот протягивая. Единственное, что нежелательно наносить маску на корни, потому что мы можем прокрасить и кожу головы. После того, как мы нанесли полностью маску, заворачиваем волосы, выдерживаем около 30 минут и идем смывать маску. Мы начинаем смывать вот этот красящий красный пигмент, он у нас по всей ванне. Я рекомендую сначала взять достаточно большой тазик, пластмассовый, наполнить достаточно глубокий его тепленькой водичкой и смыть волосы непосредственно в тазике. Опять же, мы остаемся до последнего в перчатках. После этого мы идем и моем волосы. Ну тут как будто. И таким образом, с помощью шампуня уже смываем жирные масла, которые, конечно, не должны остаться на волосах. Все понятно. И как часто делать? Раз в две недели. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать яркий, красивый цвет волос аж до трех месяцев. Изумительно! Но у нас есть еще средства для блондинок. Есть! Основная проблема девочек, которые обесвечивают себе волосы, это появление желтизны, как мы уже говорили. Поэтому основой данной маски будет йогурт и киви. Во-первых, натуральный йогурт, он у нас очень хорошо смягчает наши волосы, делают их эластичными, он хорошо питает, кончики становятся более мягкие в наших волосах. Плюс молочная кислота, которая содержится в натуральном йогурте, прекрасно избавляет волосы от желтизны. Нам понадобится 5 столовых ложек. Это для какой длины волос? Я это делаю на расчет примерно третья длина волос, то есть ниже, чем по линию плеча. Разумеется, йогурт без всяких добавок, не сладкий, то есть натуральный йогурт, тем более, что мы и домашний можем приготовить, не раз уже это делали. Конечно, киви немножко вызывает подозрения, ведь плод зеленого цвета, а зачем нам зеленые волосы? Чтобы не было видно желтизны? Надь, ты знаешь, во-первых, киви не обладает никаким красящим пигментом, во-вторых, там очень большое количество фолиевой кислоты. Фолиевая кислота, она хорошо осветляет волосы и придает волосам блеск, шелковистость. Нам для нашей маски понадобился всего лишь один киви, мы его очищаем от кожуры, хорошенечко разминаем и уже эту кашицу добавляем в натуральный йогурт. То есть вот эти маленькие, довольно мягкие, но все же ощутимые косточки кивина не помешают? Нет, они потом очень хорошо и нормально смываются с волос. Но хочу сказать, эту маску вот 100% делаем аллергопробу. Вот как бы ни казалось, что это все абсолютно безвредно. Ну правда. У меня просто был такой случай в жизни. Я пошла на презентацию эко-косметики. И там было два средства для распаривания кожи перед механической чистки. Первое для комбинированной и жирной кожи с каенским перцем. И второе для сухого и нормального типа кожи на основе киви. Решила я это все понанести на запястье, ну как обычно. Аллергопробы так и делаем. Да и вообще посмотреть, печет, не печет. Наношу я два средства. С каенским перцем на одну руку, с киви на другую. И пока там идет презентация дальнейшей линии, я такая сижу, все себе киваю, но посматриваю на ту руку, где у меня каенский перец. Печет. Перец не печет, а вот там, где киви, оно просто жжет. В результате снимаем в одну вторую маску, видим там, где вот каенский перец, немножко розовое покраснение, такое вот, как мы ожидали. Но на месте киви красное пятно, которое оно просто караул. В результате я пила антигистаминное, в результате наносили вот как бы вот жаропонижающее. У тебя аллергия на киви? Оказалось, я спокойно ем киви, но наносить его на кожу в большую концентрацию я не могу. То есть у меня индивидуальная непереносимость именно киви в натуральных масках. Вот кто бы мог подумать. Так хорошо, что ты для безопасности все проверила заранее. И вы теперь точно будете делать аллергопробу даже таких безобидных, на первый взгляд, средств. Хочу сказать, что если вдруг так же, вот как у меня, аллергия на киви в домашних масках, А да, чем же заменить? Можно заменить брокколи. В брокколи много тоже фолиевой кислоты. Мы пропариваем брокколи, мелко-мелко ее измельчаем в кашицу и добавляем в йогурт. Мы берем на 5 столовых ложек йогурта буквально 20 грамм готовой брокколи. То есть в результате получается хорошая маска с хорошим эффектом. Единственное, что смывать ее, конечно, сложнее, чем маску с киви, но результат будет замечательный. Что-то еще не добавили? Мы не добавили миндальное масло, которое нам нужно буквально одну чайную ложку, Либо одну четвертую столовой ложки. А нужно для того, чтобы волосы стали более блестящие, структура стала более красивая, здоровая. Мы увидели увлажнение волоса и здоровый блеск. Наносить эту маску таким же способом, как и предыдущую? В общем-то, мы можем наносить эту маску даже на корень. И на кожу головы, то есть тут никогда. Более того, мы можем не одевать перчатки, потому что тут никакого красящего пигмента нет. А для кожи рук это тоже будет полезно. А главное, должен быть хороший результат. Как мы уже знаем, Оля и Леночка поспорили, и две подопечные Лены, Диана и Марина, пользовались этими масками. Олечка специально их готовила и передавала раз в две недели. Прошел месяц, и сегодня, как мы и договорились, девушки пришли ко мне в гости вместе с Леной. Очень скоро мы узнаем, чем же закончился спор моих экспертов. Встречаем! Диана, Марина и Лена! Привет, девочки! Привет, привет! Здравствуй, Леночка! Здравствуй! Собственно, я сама еще не видела результат. Девочки волосы свои прячут, но ровно месяц назад я покрасила волосы. И чтобы мы могли сравнить до и после, есть фотографии после покраски, тоже ровно через месяц, с предыдущей покраски. Можно посмотреть. Да, очевидно, что цвет волос менялся, становился тусклым. Та проблема, о которой, собственно, мы и заявили в самом начале. Корни отросшие, но видно, что по длине волосы вообще без цвета остались. Но я считаю, почему мы с Олей спорим, потому что в таких ситуациях нужно покупать профессиональные средства, которые глубоко проникают в волос, чтобы краска не вымывалась. Ну, а Оля настаивает на том, что просто вот такой масочкой все поможет. Нет, я не говорю, что профессиональные средства не помогут. Они помогут, но и домашние средства могут справиться с такой вот ситуацией. А теперь, Марина и Диана, расскажите, как вы вообще поняли, что такая проблема существует и почему решили к Лене обратиться. Кстати, кто есть кто? Я Марина. Так, а знала быть вы, Диана. Мариночка. Я решила попробовать, потому что мне удалось, что это простой и экономный способ. Ну, конечно, особенно в разе, если вам передавали уже готовую маску. Тем более. Хорошо. Ну, эффект маневразы. Диана? Мне было просто интересно. Я не верила на самом деле, да. Много вещей повымазывали дома смородиной? Да нет, я очень аккуратная. Начнем с брюнетки. Ну, мы первые делали маску для брюнетки. Диана, готовы? Я да. А вы? Ну, посмотрим! АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ну что, Лен? Ну, я вижу, что волосики немножечко отросли, да? Вот у тебя волосы немного светлеют. А ну-ка, покажись. А ну-ка, покрутись. Ухоженные, смотрите. Красивый, здоровый волос ухоженный. Да. И выдают на самом деле только корни. Вот то, что немножечко отросли. Оля. Галочку ставим. Галочка есть. Диана, а как ваши впечатления, ощущения? Моим волосам масочка очень понравилась. Они сказали спасибо. Спасибо. Заговорили. Да, заговорили. Они стали мягкие, шелковистые, но самый главный эффект – это насыщенность света. Олечка, ну ладно, с брюнетками все-таки проще, потому что блондинки, во-первых, волосы всегда больше перепаливаются, да? Вот они более сухие. И желтизна, ох, сложно, чтобы она не проступала. Я-то знаю. Вообще с блондинками гораздо сложнее. Поэтому, конечно, давайте посмотрим, какой результат. Ой. Ну давай, не стесняйся. Так. Ох. Леночка, извини, но твои волосы выглядят тусклыми. Да. По сравнению с волосами этой блондинки. Спасибо. Результат. А можно посмотреть? А ну покрутиться, покажите. О. Слушай, ну волосы блестят, цвет приятный, такой корни выдают, а так... Лен, если кто-то любит затемненный корень, то тоже хорошо. Марина, а как ваши ощущения? Еще нещодавно я хотела робить ламинование, но сейчас эту дорогую послугу я отклала в довгий ящик. Я буду коррестоваться и надалей цією чудовой маской. Спасибо вам огромное. Мы вас провожаем бурными аплодисментами. Вы нам очень помогли. Понимаете, я убрала свидетелей. Потому что сейчас, пожалуй, самая остросюжетная часть нашей встречи. Вот в течение месяца стоял этот вопрос. Кто же окажется прав? Даже не знаю, что сказать, Лена. Я тоже не знаю, что сказать. Оля, результат просто потрясающий. По поводу блондинки я сомневалась вот до последнего. Потому что вот у брюнеток все-таки с волосами попроще. Но здесь Оля молодец. Лен, я тебе хочу подарить маленький такой вот подарочек. О, Боже мой. Чтобы ты могла в любой момент пойти и выбрать себе вот те средства по уходу там за волосами, за кожей, за чем угодно в удобный, хороший магазин. Я проиграла, а Оля мне подарок подарила. Браво. Ваша собака тоже грызет обувь? Прямо сейчас мы узнаем, как отучить домашнего любимца от этой вредной привычки. С помощью простых методов, которые протестировали на своих собаках мои друзья. Встречайте. Оля Волкова и Шерлок. Гриша Ермолин и никто. Ольга Сумская и Джесси. Впервые у меня в гостях. Ну и, конечно, ветеринар Олеся Ратушная, которая поможет разобраться с этой проблемой. Я бы хотела обратить ваше внимание на тачку. Тут смотрите, сколько обуви. Специально сюда притащила для того, чтобы проверить ваших питомцев. Каким образом и когда я это сделаю, вы узнаете вместе с моими гостями. Не пропустите. Гришенька, прости, что я сказала, что с тобой никто. Просто мы не видим твоей собаки. Нет, ну он сейчас действительно никто, так как бы никак. Его нет. Представь, я на самом деле, у меня была собака моей подруги, которая уехала и оставила меня за ней присмотреть. Мои друзья находятся в сговоре, в таком, у нее то кота оставят, то собаку ее уже... Воспитывают тебя. Ну хоть не крокодила, хорошо. Крокодила не оставлял. Их же зовут собачку никто? Никто. Имя прижилось. Нет, зовут собаку Ричард. Это огромная, мощная, сильная собака. Девона. Никто. Так у своей хозяйки уже вернулась моя подружка, я вернул собаку. За то время, что пес был у Гриши, Гриша решил его перевоспитать. А проблема в чем? Вот, пожалуйста, вот она проблема. Сходила в гости к дорогой подруге. Зовут Оля Волкова. Между прочим, собак я люблю. Шерлок мой любимец. Но вот так вот он поступил с моей туфликой. После этого я сразу же начала... Делай глаза, делай глаза. ...звонить Алисе Ратушной. Мы решили, посмотрим, как поведут себя питомцы Оли, Гриша и Ольги, когда их не будет дома. То есть застукаем ли мы их за тем, что они обувь грызут? Посмотрим, что получилось. Что смачнейшее убираю? Туфельки чи капцы? О, дивись. Взяла, взяла. Шерлок. Так. Ох ты ж, маленькая, журна. Шерлок проводит расследование. Он ищет улики, он не грызет твою обувь. А счастливый, хвостом этим. Лохматый Ричард. Как мы увидели, независимо от породы и возраста, они любят грызть обувь. На самом деле, для собаки вполне естественно. С детства начинать грызть. То есть у них прорезываются зубки, и инстинкт что-нибудь погрызть, чтобы утолить вот этот зуд, который возникает в ротовой полости, для животного вполне естественный и физиологичный. И потом зубки уже прорезались. А вот это вот удовольствие от того, чтобы погрызть, остается. Вот, Оля, вот скажи мне, вот как можно жаловаться на этого ангелочка? Смотри, она же пророжилась. Так, сонечка, она землила от твоих слов. Но кроме того, что она красуня, она очень любит грызть капцы. А капцы, они же большие. За большие для нее. Она вот схопит наибольшую капец Виталика и рвет его на шматки. Приходит народная артистка Ольга Сумская и начинает наговаривать на вот этого вот ангелочика. Олечка, ты говорила, что пыталась отобрать обувь у Джессики, и это оказалось не так просто. Давайте посмотрим. Отдай сюда. Отдай сюда, Тапак, Джесси. Ты что? То, что Шерлок балуется, я знаю. Ну, вот он еле-еле сидит на месте и сейчас. Бигль – это все. Это огонь, это вихрь, это всегда куча эмоций. Но он полностью соответствует нашей семье. Потому мы, конечно, знали, на что мы идем, но не знали просто размеры этого ущерба, который он нанесет в нашей квартире. И, конечно, обувь страдала очень сильно. И туфли мои, и сапоги, тапочки. И он даже научился открывать дверцу, чтобы достать эту обувь. Конечно, это была действительно проблема, потому что нам не хотелось сильно наказать. Ну, как можно эту морду наказать? Ну, как эту морду наказать? Гришенька, ну ты, как говорится, от чужой собаки пострадал. Много Ричард испортил обуви в твоем доме за время пребывания. Ну, смотри, Ричард, он такой парень избирательный. Он не много, но любимый. Самые мои любимые тапки, самые удобные. Кроссовки, которые мне нравятся. А кроссовки я не люблю, у них какая-то неистовая любовь. Причем, у меня это происходило, когда я уходил на работу. Все, он добрый, хороший, лежит. Все, пока, счастливо, до свидания. Возвращаюсь, вокруг обувь. И в центре, конечно же, любимые кроссовки. Ну, и все, нет кроссовок больше. И довольный Ричард. И глаза виноваты, эта схема глазки. О, глаза, как они это делают? Да, да, да. И когда ты говоришь, что ты срубила? Что ты срубила? У него тягушка, хвостик поджала, забегла в глухой кут и сидит. Вот мне кажется, это одна из причин жалости хозяев по отношению к своим питомцам, что привычка грызть обувь никуда не уходит, а снова и снова о себе заявляет. Хотя, с другой стороны, это можно, так сказать, вылечить, чем мы сегодня и займемся. Собаки все страдают этим. Чаще всего тому, первое, вина самого владельца, который вовремя не обратил на это внимание и не разъяснил, что такое хорошо, что такое плохо, так? А во-вторых, это когда у животного слишком много свободного времени, когда у животного не уделяют достаточно количества внимания, когда они не имеют альтернативу в плане большого количества игрушек. И, конечно же, все-таки они хоть и собаки, но они нуждаются в том, чтобы их воспитывали, социализировали. Ты социализировать, ну как тебя социализировать? Почему вы сами не пытались решить эту проблему? Или пытались, но не получилось? Не социализировали собак, девочки, стыдно? Ну, мне было шкода ее, ну, как ей можно наказывать? Боже, Бороне, она такая малесенькая. Ну, я так трошки посварю, она очень боится, до речи, моего тембра. Вот, если я так, ты что сделала? Ты что сделала? Ой, просит прощения, не знаю, за что, но, извините, извините, не знаю, за что. Выбудь, Оля, выбудь. Не-не-не, мамочка, ничего не будет. Она просто взлякалась, что ни за что их. Тобто я пыталась сварить мою Джессику, и мне не вдавалось это сделать. А я Ричарда немного социализировал, кстати. У меня и книги начал читать, и зарядку делать по утрам. Все, грызя? Это социальные такие. Это, ну, приучал к семье, в которой живет, правильно, Лиза, так же надо? То есть читать и делать зарядку. Ходить на тренировки. Но ты же не грызешь обувь, или? Я о тебе чего-то не знаю. Ну, бывает. Ну, знаешь, бывали разные времена. Нет, ну, а если серьезно? Мне было важно отучить Ричарда грызть обувь, так как мы продолжаем общаться с его хозяйкой. Они часто приходят ко мне в гости, а я хожу к ним. И скоро хозяйке опять придется уехать, и Ричард снова будет жить у меня. А я не готов отдать ему еще одни мои кроссовки. Оленька, ой, ну я хочу сказать, что я могла все пережить. Но когда мои красные туфли на каблуках он сделал, как с кукурузой. Просто вот они были в дырках все, я поняла, что надо что-то с этим делать. Я предложила Грише и Олям три метода, как отучить собаку грызть обувь. И каждый выбрал то, что больше понравилось. Оленька, расскажи коротко, в чем заключался твой метод отучить Джессику грызть обувь? Ну, здавалось бы все очень просто. Сдаётся, про метод, который я выбрала, знают все. Начебто дать собаке игрушку замість зуття. Это же так просто. Я и сама раньше пыталась давать Джесси цей альтернативу. Но она грызла и взуття, и игрушку по черзі. Но Олеся подсказала, что очень важно в этом методе додать еще и команды молодец, когда грызть игрушку. И не можно, когда берется именно за взуття. В специальном магазине, в зоомагазине, мы придбали такую кисточку, курячу лапку. Я поклала курячу лапку біля взуття. И когда она подходила до взуття и хотела его погрызти, я ей сказала, не можно. Ты что сделала? Не можно. Боже, ты бачишь, сонечко, она уже лякается. А если она выбирала игрушку, я давала ей смаколик. Конечно, не сразу у меня все это выходило. Но где-то три недели я пыталась достигнуть метод. Метод очень хороший. Здесь что важно? Животное должно знать команды основные в виде фу. Что такое хорошо, что такое плохо. То есть команда фу говорит, что нельзя, надо отставить эту процедуру дальше. Знаю она эту команду. И, конечно, чтобы было терпение и последовательность в своих действиях. Давайте ж подивимось. Так, давайте подивимось, как мы за тобой спостерегали. Вот это нельзя. И это нельзя. Конечно. Вкусненькая косточка. Да, да. Ох. Боже, и не притворяйся, что ты спишь. Я знаю, что вот обувь, а вот ты. Все. Я буду строго с Джессикой разговаривать, чтобы она понимала. Чесси не спит. Олечка, какой метод вы с Шерлоком тестировали? Ты незаметно становишься за углом и подсматриваешься за псом. Как только ты обнаружил, что он начинает покушаться на обувь, ты берешь пульверизатор. На самом деле, если у вас нет дома пульверизатора, можно заменить бутылкой и в крышке сделать отверстие. То есть суть в том, что необходимо незаметно поливать пса, когда тот начинает покушаться на обувь. А ничего, что ты сейчас все при Шерлоке это говоришь? Это да, кстати, испалилась. Ты испалилась. И как он реагуал, Алюзий? Мы будем так. На то, что ты пшикала. Только чтобы он этого не слышал. Слушай, ну сомнительно. Ему было неприятно, когда вода попадала ему особенно на лицо, он как-то так не понимал, что происходит, понимал, что что-то не так, ему это не нравится. Здесь вся сложность сводится к тому, что собаки имеют очень хороший нюх и очень хороший слух, поэтому подкрасться незаметно для собаки надо дождаться, чтобы она была очень увлечена процессом погрызания. Но мне бы этот метод точно не подошел, потому что незаметно подкрасться к собаке у меня точно не получится. Потому что ты очень большой и красивый. Да, Наля. Я так и думала. Ну давайте же посмотрим, как у Оли получилось. Вот интересно, если Шерлок все понимал, что я стою за углом и думаю, тут странно, мама. Представляете, что она прячется? Да, вы с Шерлоком, конечно, большие молодцы. Ольчик, ты как розвидный. Розвидный тебя, Олечка. Мы справились. Все пшикал, это будет уже смешно. Насколько эффективным на самом деле оказался этот метод, мы узнаем чуть позже. Ведь у меня есть тележка с обувью, которую еще никто не погрыз. А сейчас... Там-там-там-там-там-там-там. Гришенька, у меня сюрприз. Я ухожу. Но ты придешь, Наль. А ты, пожалуйста, сядь на мое место. А в чем подворь? Просто сядь на мое место. Хорошо. Я примерю? Не на мое. А вот и сюрприз. Ой, ой, ой. Я специально Гришеньку попросила сюда сесть, чтобы... Да, чтобы Ричи, пока он не познакомился с Шерлоком и Джессикой, меньше волновался. Дуже приятно. Знакомьтесь, друзья. Это Ричард. Социализированный, адаптированный Ричард, который больше не грызет обувь. Ну, расскажи о нем чуть-чуть. Сейчас, подожди, Ричард. Сейчас, да, я расскажу, потом ты расскажешь. Я попросила Ричарда специально для того, чтобы ты рассказал все подробно и для того, чтобы Ричард тоже смог поучаствовать в нашем экзамене. Он активно участвует, обрати внимание. Он подтверждает, что метод сработал. На самом деле, почему мне он понравился? Не надо ничего сложного делать. Прятаться, как Оля, за углами, покупать лапы других животных. Мне на самом деле надо было всего лишь сделать, правильно, сделать какой-нибудь горький отвар из какой-то травы. Я полыню выбрал. И просто помазать вот эту любимую обувь, которую он грызет. Риша, ну я слышала, что перцем намазывают, но так, чтобы все полыном, то это вперше. Ну, перцем мне показалось сильно жестоко. Ну так, это очень жестокий метод. Да, а полыня, она и горчит, и заварил ее в горячем кипятке. Готово, помазал обувь. И что вы думаете, действительно повлияло, как я не верил, честно. На самом деле, этот метод очень действенный, поскольку у животного вырабатывается стойкое отвращение, что им становится это уже совершенно невкусно и нерадужно, поскольку мало того, что ты погрыз, после этого во рту горчит, слюна течет, и, как говорится, вся радость уже перебитая. Поэтому метод этот очень и очень действенный. Я намазал полынью всю обувь, но быстро. Но мы можем сейчас посмотреть. Посмотрим. На самом деле, ушло много полынь. Я классный метод, мне не сподобно. Вообще, понимаешь? Тапочки. Какие-то текстильные. Все намазаны полыном. Я и кроссовки тоже мазал, но там я же не макал в полынь. Оно наверху остается, и вообще отлично. Получается, что у хозяев этих прекрасных питомцев все три метода сработали. И теоретически, и Ричард, и Джессика, и Шерлок уже не грызут обувь, пока хозяева это видят. Но мы сделали контрольную съемку. Хозяева три недели пользовались методами, а затем оставили обувь незащищенной. Возвращаются ли собаки к своей вредной привычке? Обувь и наши герои наедине. Что из этого получилось, давайте посмотрим. Кстати, для хозяев это тоже сюрприз. Дуже цикаво. А ну? Все, все ушли. Джессика осталась на хозяйстве сама. С обувью наедине. А это Шерлок не знает, чем занят. Он сидит, он думает, и что мне теперь делать? Одиноко мне без обуви. Конечно, он думает, что на него сейчас брызнут, понимаешь, Оль? О, Ричард. Я как-то на цикаву уже, правда, без хозяев. Ой, потевози-бози. Просто. Молодец. И смотри, какой ты молодец. Это от полыни ноги так вытягиваются. А полынь на собак, видишь, успокаивает. А представь, если брызгать полынью вот так. Новый способ, брызгаешь полынь. Восконалый тюже. Брызгаешь полынь. Какой ты добрый. Почему? Я не знаю, почему. Это очень добрый. Можно хвалить бесконечно собак, которые исправились, как мы видим, но я считаю, что все слова похвалы адресованы хозяевам, которые проявили терпение, изобретательность, вот сделали все, чтобы отучить собаку. И это, как выясняется, возможно, в любом возрасте. Уже через три недели после применения каждого метода у собаки вырабатывается понимание, обувь грызть нельзя. То есть стоит отучить раз, и собака навсегда запоминает, что это запрет. Ну и теперь, пожалуйста, к тачке с обувью, которая у меня тут стоит. Не знаю, получится ли здесь привлечь внимание этих чудесных псов и одной милой дамочки к обуви. В доме, где применялись методы, собаки грызть обувь перестали. А вот как они поведут себя в новой обстановке, где они не пробовали горькую обувь, и никто не брызгал на них водой? Сейчас узнаем. Готовьтесь, мои дорогие, к величайшему искушению для этих милых собак. Я дуже верю, шо Джессика моя справится с цим завданием. О, заманухи! Боже, скейки, игрушки! Собачий рай. И ни одной пары моего размера. Ситуация кажется нереальной, да? А вот представьте, вы пришли в гости вместе с собакой, и пока все люди развлекаются, общаются, собака осталась с обувью наедине. Ануш, Шерлок, Джесси. Джесси? Джессичка, ну, шо там? Она хочет заслужить. Прочь! Это моя обувь. Как мы видим, Шерлок справился с искушением. Просто обнюхал обувь. Ну, он же пес. И отошел. А куда побежит Ричард после того, как Гришенька его отпустит? Сейчас проверим. Ричард, ты умничка, ты молодец. Ну, давай. Стойкое прощение обуви. А ну, давайте теперь Джессика. А ну, Сонечка, давай. Моя критика. Тебе будет интересно? А ей больше к Ричарду хочется. А ну, дивись, дивись. Джессика вела себя как истинная леди. Ей интересный Шерлок, так, Джесси? Теперь мне не страшно пускать вас в гости. Спасибо вам огромное за успешный эксперимент. Будьте настойчивыми и ап! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова